Хунта нервничает, у нее не хватает ни сил, ни смелости 27.2015-13-4 25 февраля боевые действия нестихали на Донецком направлении, район аэропорта Донецк, Мариупольском направлении, С. Широкино Артобстрелом подверглись позиции ополченцев в районе Горловки Об этом сегодня, 26 февраля, в интервью корреспонденту И.А. Реном, заявил сотрудник пресс-центра отдельной бригады специального назначения «Восток» с позывным код Последняя ночь в Донецке прошла без активных боевых действий, в городе было относительно спокойно Уже привычно продолжалась стрельба в районе Донецкого аэропорта Днем 25 февраля подразделения Хунты со стороны Авдевки обстреляли из танков и зенитной установки колонну техники ДНР на территории Донецкого аэропорта В составе этой колонны был и кортеж главы Минобороны ДНР Владимира Канонова Канонов не пострадал, заверил Кот Он считает, что украинские войска не располагают силами для ведения широкомасштабного наступления На Мариупольском направлении в районе населенного пункта Широкина наблюдались танковые бои, работали противотанковые расчеты Хунта нервничает, у нее не хватает ни сил для широкого наступления, ни смелости, чтобы всерьез нарушить минские соглашения Поэтому в СУ пытаются сохранить напряженность на линии противостояния, сказал Кот По его словам, вчера в Донецке была обнаружена группа диверсантов В Ленинском районе Донецкое ополчение обезвредило группу диверсантов в количестве трех человек Все трое оказались местными жителями, работающими за деньги В распоряжении диверсантов были 82 мм миномет и комплект боеприпасов Миномет вместе с запасом минуты заранее располагали в определенном месте среди лесопосадок, находящихся на южной окраине Ленинского района Огневую точку засыпали ветками и оставляли на некоторое время в законсервированном виде Выждав удобный момент, руководитель ДРГ обзванивал своих подельников по телефону, применяя условные фразы, ничего не говорящие посторонним людям ДРГ, действовавшую способом быстрого сбора и такого же скоротечного исчезновения с точки ведения огня, вычислили путем постепенной локализации случаев внезапного открытия огня С пойманными диверсантами поступили по законам военного времени, констатировал источник Сотрудник пресс-центра проинформировал о продолжении отвода тяжелых вооружений армии ДНР от линии соприкосновения Войска ДНР продолжили отвод тяжелого вооружения от линии фронта, гаубичные самоходные и артиллерийские установки выдвинулись с позиций и выводятся с четырех направлений Кумачево, Снежное, Шахтерск и Новоазовск Пока нет признаков того, что украинская сторона приступила к отводу от линии огня своего тяжелого вооружения Несмотря на подписанные в Минске соглашения, противник продолжал вести обстрелы горловки Обстреливались не только позиции народного ополчения, но и жилые кварталы города, подчеркнул Кот Он также сообщил, что в Дебальцево и Углегорске инженерные подразделения ВСДНР продолжают работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов В окрестностях Дебальцевского котла саперы обнаружили более 170 минометных минуты, 200 артиллерийских снарядов, 18 противотанковых минуты, ТМ-62, 90 выстрелов к РПГ и более 70 килограммов пороха Взрывоопасные предметы вывезены за пределы городов и обезврежены По сообщениям МЧС ДНР, обнаружено и обезврежено несколько неразорвавшихся артснарядов, в том числе и систем ГРАД и УРАГАН, подытожил эксперт Источник, я Ринам ДНР, ЛНР, Война 1